Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Кирилл Мелешкин и я нахожусь в Сочи, куда АвтоВАЗ позвал нас на первое близкое знакомство с внедорожным седаном Lada Vesta Cross. Автомобиль этот уникален в своем формате, так как объединил в себе два обычно несочетаемых факта. Это седан и кроссовер, псевдо кроссовер, если сказать точнее, потому что полным приводу он лишен. Это первая вазовская новинка этого года и можно сказать, что она одна из главных на нашем рынке. Если смотреть на машину Anfas, никаких отличий от одноименного универсала вы не заметите. А вот профиль оригинальный. Приподнятый кузов в сочетании с трехобъемным форматом смотрится оригинально и, в общем-то, машину в потоке выделяет. Хочу отметить, что обвес — это некрашенный пластик, оригинальные бамперы, 17-дюймовые колеса — все это не просто похоже на обвес Lada Vesta SV Cross. Это унифицировано у двух моделей на сто процентов, абсолютно взаимозаменяемо. Это удешевляет производство и облегчает владельцам ремонт. В салоне нет никаких элементов, которые были бы нам не знакомы по другим Vesta. От обычных седанов SV Cross отличается глянцевыми вставками на панели и дверными вставками с несколько иной фактурой. Также, как и на универсал Cross, на него можно заказать два варианта обивки сидений — с серыми или с яркими оранжевыми акцентами. В остальном, люксовые комплектации уже знакомы по другим Vesta. Это круиз-контроль с ограничителем скорости, управление мультимедиа на руле, трехступенчатый обогрев передних сидений, однозонный климат-контроль, обогрев ветрового стекла, вынесенный на отдельную кнопку и прочие приятные мелочи. Да, обратите внимание, шкалы приборов тоже оформлены в оранжевой гамме. Это, можно сказать, фирменный цвет для всех вазовских кроссоверов. Для тех, кто читал наши тесты пятидверок SV и SV Cross, ничего нового я не скажу. Отличия между обычным и приподнятым седанами Vesta абсолютно то же самое. Подвески не просто похожи. Подвески универсала SV Cross и седана Cross полностью идентичны, равно как и внешний обвес. Бамперы, пластиковые накладки, колесные диски 17-дюймовые — все это абсолютно одинаковые у машин. Соответственно, едет седан точно так же. Он упруго отрабатывает все неровности. Он позволяет ехать по разбитой дороге с такой скоростью, с какой позволяют правила или, если угодно, ваш инстинкт самосохранения. По сравнению с первым тестом двигателя 1.8, когда он вызвал небольшие нарекания по части динамики. АвтоВАЗ изменил прошивку, изменил алгоритм работы блока управления. И вот сейчас я еду на такой же практически не обкатанной машине — у нее всего 700 километров на одометре. Но она, мне кажется, намного шустрее, намного адекватнее реагирующей на нажатие педали газа. Вот это уже похоже на двигатель 1.8 на 122 лошадиные силы. То есть разница с мотором 1.6 чувствуется и в городе, и на трассе. Во время осеннего теста универсалов в Сочи этого не было. Сейчас новая прошивка сделала машину живее, и это хорошо, это мне нравится. Кроссовер ли это? Пожалуй, да. Сейчас законы жанра уже не требуют обязательного наличия полного привода, которого нет и у Весты. Но зато у нее есть очень неплохая геометрия и дорожный просвет в 203 миллиметра. Если учесть, что даже стандартная машина имеет под днищем 178 миллиметров и достаточно неплохо справляется как с городскими препятствиями, так и с проселками, то к Кроссу тут просто никаких претензий быть не может. Стоит седан Лада Веста Кросс от 763 тысяч 900 рублей. Разница в цене между обычным седаном и им точно такая же, как между двумя универсалами, обычным и приподнятым. 63 тысячи рублей составляет доплата в случае двигателя 1.6, 53 тысячи, если мы говорим о двигателе 1.8. И, как показывает опыт с универсалами, покупатели готовы доплатить эти деньги за более модную, более стильную внешность, за большую практичность. Кросс универсалов я вижу на улицах больше, чем обычно. С седаном вряд ли повторится такая ситуация по одной простой причине, что львиная доля спроса приходится на четырехдверке в простых уровнях оснащения с двигателем 1.6 и механикой. А Веста Кросс стартует с люксового исполнения, стопового. Именно это объясняет сравнительно высокую цену и, естественно, приведет к тому, что машина будет не очень популярной. Но брать ее все-таки будут, я в этом уверен. Если сравнивать Весту Кросс седан с одноименным универсалом, то у меня получается следующая картина. У нее есть один плюс. Седан чуть дешевле на 30 с небольшим тысяч, чем универсал. Но есть и серьезный минус. Четырехдверка, очевидно, менее практична. И дело здесь даже не в худшей трансформации салона по сравнению с пятидверным кузовом, а в том, что универсал обладает очень объемным, очень практичным подпольем, обилием крепежа сеток в багажнике, что, в общем, позволяет разместить как большой груз, так и дорожные мелочи очень рационально и надежно. У седана багажник, к сожалению, самый обычный, заурядный. В нем не предусмотрена даже примитивная сетка. Это все придется докупать самому. В целом, это, на мой взгляд, достаточно ощутимый минус. Что касается лично моего выбора, то я бы, конечно, доплатил денег и взял SV Cross Universal. Либо, если стоит задача сэкономить, все-таки остановился на обычном седане. Но решать вам. В любом случае, АвтоВАЗ предоставляет большой выбор. Вест у нас теперь четыре разных модели. Каждый найдет себе что-то по вкусу. И Веста Cross Sedan – это уникальное предложение. Действительно, в мировом масштабе. Потому что аналог у него только один – это Volvo S60 Cross Country. Но, во-первых, стоит он от двух с половиной миллионов, так что никакой конкуренции с Вестой речи не идет. А во-вторых, эта модель подходит к концу своего жизненного цикла. И далеко не факт, что шведы сделают аналогичную версию преемника. Так что скоро у любителей седанов и кроссоверов одновременно останется только один возможный вариант – это Веста Cross. Субтитры создавал DimaTorzok